Земной путь странника Григория промыслом Божиим приближался к концу. Святое готовился к отшествию из этого бренного мира. Все последнее время он плакал и скорбел. Духоносный старец Григорий знал из небесного откровения, как и когда будет умучен. И где будут погребены его останки, и как над ними надругаются. Он часто говорил об этом с царственными страдальцами, предсказывая, что его кончина явится прообразом кончины и самих царственных мучеников. Кротко утешая государя и укрепляя его в несении треста, он говорил, «Моя смерть будет и Твоей смертью». Но не страшись, Господь укрепит вас в страданиях. Письмо Григория Ефимовича. Царю незадолго до убийства 1916 года. Я пишу это письмо, последнее письмо, которое останется после меня в Санкт-Петербурге. Я предчувствую, что умру до первого января 1917 года. Я обращаюсь к русскому народу, к папе, маме и детям, ко всей русской земле, что им следует знать и понять. Если я буду убит обычными убийцами, особенно своими братьями, русскими крестьянами, то ты, русский царь, не должен бояться за детей своих. Они будут править в России еще сотни лет. Но если я буду убит боярами и дворянами, если прольют мою кровь, и она останется на руках их, то 25 лет им будет не отмыть моей крови со своих. Им придется бежать из России, братья будут убивать братьев, все будут убивать друг друга и друг друга ненавидеть. И через 25 лет ни одного тварянина в России не останется. Царь земли русской. Если услышишь ты звон погребального колокола по убитому Григорию, то знай, если в твоей смерти виновен кто-то из твоих родичей, то расскажу тебе, что никто из твоей семьи, никто из твоих детей и родных не проживет более двух лет. А если и проживет, то будет о смерти молить Бога, ибо увидит позор и срам русской земли, пришествие Антихриста, мор, нищету, поруганные храмы Божии, святыни оплеванные, где каждый станет мертвецом. Три раза по 25 лет будут разбойники черные, слуги Антихристовы, истреблять народ русский и веру православную. И погибнет земля русская. И я погибну. Погиб уже. И нет меня боли среди живых. Молись. Молись. Будь сильным. Думай о своей благословенной семье.